Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве и продолжаю гулять по набережным. Итак, мы находимся на Краснохолмской набережной в центре Москвы, на левом берегу Москвы реки, в Саганском районе, между Народной улицей и Саринским проездом. Краснохолмская набережная, начиная с Краснохолмского моста, является продолжением Гончарной набережной. Современное название она получила в связи с близостью к старинному урочищу Красный холм, а в XIX веке и до 1929 года называлась Новоспаская, по Новоспасскому монастырю, который здесь и находится недалеко. Краснохолмская набережная продолжает Гончарную, как я уже сказала, и начинается с внешней стороны Садового кольца от выхода к реке Народной улицы. И за Саринским проездом и Новоспасским мостом переходит Скрутицкую набережную. Перед Новоспасским мостом расположен причал Новоспасский мост, сейчас вы его увидите, а по другую сторону реки проходит Космодомианская и Шлюзовая набережная. Вы сейчас, кстати, видите с правой стороны, сейчас я вам поближе покажу, там вот это круглое здание такое длинное, это театр Дом Музыки и Свис-отель Красные холмы, вот это высотное здание, вот это круглое с куполом, это Дом Музыки. У меня есть видео на эту тему, если вам кому-то интересно, я могу пойти и подробненько вам еще раз это дело все запечатлеть. Ну, дома на набережной расположены только, как вы понимаете, на одной стороне, здесь в основном дома 50, начиная с 50-х годов и там 7-70-х годов, в общем, ничего такого исторически интересного по левой стороне нет. Поэтому сама набережная, вот мы по ней идем, здесь такая площадочка вот есть для, ну, как-то типа смотровая площадка, и вот в данном случае есть смысл посмотреть на противоположную набережную, на Космодомианскую набережную. Вот, кстати, эта набережная, которая проходит напротив, она дана по церкви святых Космодомиана в Нижних Садовниках. Вот, деревянный храм был построен в 17 веке, а каменный в 1657 году. Кстати, в 1935 году три набережные, вот эту Космодомианскую, Комиссариатскую и Краснохолмскую, про которые мы идем, объединили в одну, которую назвали именем Максима Борького в честь писателя. Спустя три года завершили строительство Большого Краснохолмского моста, был засыпан канал, отделявший Красные холмы от острова между Москвой, рекой и каналом. И по возвращении исторического названия в 1993 году учитывалось, что Космодомианская наиболее старая из трех. В 1920 году там находилась пассажирская пристань для пароходов дальнего следования. Пароходы оттуда отправлялись в Рязань, в Нижний Новград. До 1990-х годов на набережной работала пристань Краснохолмский мост. Ну, а современная застройка сложилась в 40-х, 50-х годах. Единственное, что я бы хотела вам сделать акцент, это на свис-отель Красные холмы, 34-этажный пятизвездочный отель. Вот это высотное здание с таким кругляшком наверху. И вот это круглое здание с куполом, это дом музыки. Ну, конечно, он заслуживает отдельного внимания, туда надо подойти, посмотреть. Очень красиво на самом деле, очень интересно все там сделано. Вот это Красные холмы справа, вот высокое здание, и кругленькое это дом музыки. Кстати, дом музыки один из крупнейших в России и в мире филармонических комплексов. Такой многофункциональный культурный центр с четырьмя залами. Здесь Светлановский зал, камерный, театральный и новый, где проходит ежедневное выступление российских и зарубежных симфонических оркестров, камерных ансамблей, солистов, джазовых, эстрадных, партлёрных коллективов, ну и так далее. Фятые фестивали, форумы и так далее. Ну, это так вам, такая небольшая справочка. А мы продолжаем нашу прогулку по Краснохолмской набережной. Собственно говоря, мы с вами дойдем до причала как раз, пройдем причал. И на этом наш прогулку будет заканчиваться. Здесь, кроме как-то красивых видов на Москва, реку и на теплоходики, которые мимо проходят, собственно, и рассказывать-то больше нечего. Поэтому я вас покидаю. Единственное, выражу еще раз свое неудовольство вот этими вот велосипедистами и самокатниками, которые просто идешь все время, боишься, что тебе в спину кто-нибудь въедет. Их, они в таком огромном количестве по набережным ездят, что просто страшно. Вот правда, вот просто страшно. Страшно ходить здесь. Вот я шла сегодня по нескольким набережным, по Москворецкой, по Кремлевской, по Краснохолмской, по Гончарной, по Котильнической и вот везде. Но они, наверное, и на других набережных тоже, я думаю. Это теперь, вот, вы посмотрите, вот, ну так, вот так тут между ними надо лавировать просто. Просто лавировать. Ну и в конце набережной находится здесь вот с левой стороны, вы увидите, куполана Воспасского монастыря. Очень, кстати, хороший монастырь. Очень такой намоленный, очень красивый, очень какой-то такой, ну что ли, по-доброму хороший и интересный с точки зрения истории. И возле него есть пруд. Ну, это тоже тема отдельного видео. А мы с вами, давайте, просто прогуляемся, просто по набережной в прекрасную солнечную погоду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры 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 DimaTorzok